Первым делом поставлю русский язык, я же русский. Играть я буду на персонажа Уилсон, так как это мой первый раз. Про игру ничего не знаю, ничего не смотрел и ничего не читал. Если вам понравится, сделаю 50 забегов на остальных персонажах. А меня, кстати, зовут тот пингвин, не будем тянуть. Погнали! В начале игры мы появляемся на полянке. Из какого-то портала, и как подсказывает опыт выживальщика, нужно искать брёвна и камни, ибо это основа полагающей любой выживалки. Поиски оказались недолгими, и я обзавелся топором. Отлично, теперь брёвна можно рубить, а не искать на полу. Срубив полдесятка веток и подобрав кучу различного мусора, я наткнулся на нору. Мой персонаж сказал, что эта нора ведёт в королевство зайцев. Я, конечно, хотел бы посмотреть королевство зайцев, но чувствую, что ушастые мне дадут пизды. Ведь кроме пары палок и какого-то мусора, в моих карманах больше ничего не было. Собрав ещё пару веток, я увидел куст с малиной. И, естественно, пошёл его собирать. Оттуда выпрыгнул индюк, я испугался, но понял, что нельзя терять ни секунды, и нужно срочно зарубить наглую птицу. Я ничего против неё не имел, но будущее чувство голода убеждало махать топором интенсивней. И, наконец, я одолел жалкую индюху. Сегодня на ужин будет мясо. Я удовлетворённый своей первой победой и направился дальше. Далее я наткнулся на ещё один кус с малины, но там не было птицы. Там появилась щупальца и начало резко атаковать меня. Я отбежал, оценил свои шансы и решил отступить. Обязательно надо вернуться и отомстить. Подумал я и продолжил свой путь по миру Don't Starve. Побегав и пособирав мусор с пола, я ещё раз наткнулся на щупальца. И понял, что такими темпами я не проживу даже первый день. И решил сменить локацию и пойти дальше. Кстати, по-любому в этой игре есть карта, подумал я, нажав на М. И, о чудо, карта есть. Оценив масштабы карты, я решил продолжить исследовать местность. Начало темнеть, и я понял, что у меня нету места, где переночевать. А также нету источника света. Майнкрафт нас научил, что ночью будут монстры, поэтому я озадачился добычей огня. Оценив содержимое карманов, я пошёл искать траву. Уже вечер, нужно хотя бы факел сделать. Искав траву, я наткнулся на какую-то локацию. На ней были статуи орфистов и механический конь. Вспомнив, что на меня уже нападали щупальца, и то, что скоро ночь, было принято решение отступить и вернуться сюда позже, когда я немного разберусь и хотя бы во что-нибудь оденусь. Если это вообще тут можно делать. Освоив меню крафта, я наткнулся на бумажный пропеллер. Мне показалось это забавным, я его скрафтил и оставил в инвентаре. До лучших времён, мало ли пригодится. На самом деле, я просто про него потом забыл. Наступила моя первая ночь. Я достал факел и застыл в ожидании нападения монстров. Ведь я так и не нашёл ночлежку. Но на удивление, ночь прошла быстро, я не встретил ни одного врага, да и вообще всё было окей. Странно, конечно, думаю, тут всё же не просто так день делится на время суток. Но узнаем, думаю, это позже. Я сделал кирку и ждал рассвет. Второй день, у меня есть кирка, значит, стоит начать день с добычи каменных лунов, которые мы нашли ночью. Разбил свой первый стак камней, выпал золотой слиток. Думаю, это что-то ценное. Обрадовался, что наконец-то не какой-то мусор нашёл. Заметил, что у персонажа в правом верхнем углу есть индикаторы. И индикатор здоровья почти на нуле. Решил, что надо как-то попробовать восстановить здоровье, и чуйка подсказала, что это можно сделать едой. Нашёл в винитаре красный гриб, съел его, и мой первый забег подошёл к концу. Надо запомнить, что грибы могут быть ядовитые. Первое горение очка, спасибо, игра. В этот раз мой персонаж появился в гуще битвы между влажными мермами и свиньями на двух ногах. Инстинкт самосохранения подсказал, что стоит их оставить и пойти собирать ресурсы, ведь мы только появились, а день длится не бесконечно. Сделав топор и срубив пару деревьев, я наткнулся на влажного мермама. Он стоял один, видимо отбился от своей стаи. Я решил воспользоваться данным моментом и попробовать зарубить эту тварь, пока его друзья заняты свиньями. Но влажный мерм оказался сильнее и проворливее, дал мне пизды. Вывод данного забега, мермы пиздец таки сильные. Третий респаун оказался на локации, похожей на шахматную доску, там прыгали механические лошади. Опыт предыдущих игр подсказывал, что надо бежать. Хитрым маневром я ввел коней вокруг респа, подобрал шестеренки, хз, для чего они, ну думаю, пригодятся. А также из земли торчало копье, намекая на то, что я должен его вытащить и героически заколоть гадких лошадей. Я подобрал копье, осмотрел останки, которые принадлежали, видимо, хозяину этого копья и, не теряв ни секунды, ринулся вдаль от механических лошадей. Героев в другом ролике увидите, господа. Меня нагрянул флешбек, как мой прадед говорит мне, никогда не сдавайся, особенно если это механические лошади. Я развернулся и стремительно ринулся в атаку на эту механическую тварь. Не просто же так мне дали копье на этой локации, подумал я и напал на него. Я махнул копьем, и копье прошло рядом с нашим новым механическим другом. А вот его копыта ударила в область моего паха, и я решил незамедлительно капитулировать. Нечаянно нажал на Е, камера повернулась, оказывается, она крутится. К третьему забегу разобрался с управлением. Далее наткнулся на сральник, побегав вокруг него, увидел свинорыла, и понял, что это не сральник, а дом свинорылы. Я обрадовался, думал, что смогу занять его жилплощадь, пускай хоть она и похожа на сортир, но ночью было бы неплохо иметь укрытие. Оказалось, что доступа в хату у меня нету. Но зато около дерева прыгал енот, а еда нам бы точно не помешала бы. Я отковал енота, но енот не хотел просто так сдаваться, и дал мне плюшку сопротивления. У меня осталось жизни примерно на два удара, нужно быть осторожней. В этот раз я решил не топтаться на месте, а пойти исследовать новые земли, попутно собирая различные дара в виде малины, грибов и прочих полезностей по пути. Кстати, в этот раз я нашел зеленый гриб, и он оказался съедобным. Я добежал достаточно далеко от респа. Уже темнело, но меня это не смущало, так как я был готов к ночи. Пока я бежал, я собрал достаточно ресурсов, чтобы пережить ночь. Ночью я срубил пару деревьев около костра, и наступил новый день. Мой персонаж проголодался. Пока у нас горит костер, я приготовил и поел того милого енота. Также я закинул в костер каштаны, морковь, ягоды. Не знаю, зачем я жарил ягоды. Наверное, из чувства любопытства. Ну и также горсть семян. Поев, я направился покорять новые земли, но наткнулся на анус в земле. Любопытство наполняло меня. Я подошел, дырка раскрылась, и я в нее прыгнул. Анус в земле оказался червоточный. Что-то типа местного такси между точками. Поэтому я просто оказался на другом конце карты. Второй день подходил к концу. Начало темнеть. Я сделал факел. Далее побродил по локации. Пособирал мусор. Неожиданно началась ночь. Я забыл, что сделал факел. Полез крафтить костер. И пока пытался крафтить костер, меня убило что-то в темноте. Вывод данного забега. Анус в земле полезен. Ночь без света. Верная смерть. В этот раз мой респ оказался в спокойном месте. И по закону жанра я направился заниматься собирательством. Ведь первый день я потратил на сбор различных ресурсов. Три предыдущих забега научили меня делать все размеренней, а также стать запасливей. К концу дня я вычистил почти всю локацию от деревьев и прочих ресурсов, которые лежали на земле. И передвинулся в следующую локацию. Там были стаки камней, а как мы помним, там может выпасть золото. Поэтому я делаю кирку и фармлю три стака камней. Там мне падает сера и кремень. Я предполагаю, что у меня что-то появилось в крафте. И да, там открылась научная машина. В ее стоимость входит одна рудинка золота. Думаю, это стоит того. Это первое правильное вложение и действие от меня в этой игре. Мне открылись новые вещи для крафта. Пока я разбирался с новыми рецептами для крафта, наступила ночь. А я опять забыл про свет. В банике делаю факел и в этот раз успеваю. Ночь я провел за изучением новых рецептов. В этот раз я не вижу смысла рисковать. Лучше ночь потратим с пользой. Наступил день с новыми технологиями. Я понял, что хочу сундук или что-то типа того. Так как места в инвентаре уже совсем не осталось, зафармив пару стаков камней и деревьев, я сделал сундук, перекусил морковью, ягодой и продолжил свое путешествие. Путешествие, как всегда, было не особо интересным. Я просто бегал, добывал новые ресурсы. Такие забытые старые в виде камней, да, деревьев и так далее. Наступила ночь. Ночью я почесал задницу. И в миг ночь прошла. Кто бы мог подумать. Далее я получил перчатки. Новый подарок. Я удивился. Хоть чему-то обрадовала меня игра спустя 4 прохождения. Перчатки выглядели охуительно. Что-то произошло. Они на меня оделись. Я не понял, что мне это дало, но был дико рад. Далее, полазив в инвентаре, я нашел рюкзак. Думаю, как я жил без него раньше. Сделал его. Понял то, что рюкзак валяется рядом, а не на мне. Подумал, какого хрена. Но решил, что разберусь с этим чуть-чуть попозже. Я сделал еще один сундук, потому что ресурсов становилось все больше. И класть их уже некуда было. Побегов, мой персонаж захотел есть. Я сделал костер. Все равно наступала ночь, и мне бы костер пригодился. И вспомнил про свой рюкзак. Решил, что его нужно все-таки одеть. А то, чего он лежит, для чего я его вообще в принципе сделал. Рюкзак оделся, у меня появились новые слоты. Я обрадовался, подумал, блин, какой же глупый ютубер. Что ж, я раньше об этом не подумал. Я приготовил все еды, поел. Понял то, что скоро ночь, и надо добавить еще топлива. И пока не наступила ночь, я решил то, что нужно время зря не терять. И срубить еще пару деревьев. И калов пару дров, я добавил еще топлива в свой костер. Ночь уже была слишком близка. И решил то, что нужно дальше уже от лагеря не отходить. И ждать, пока наступит ночь. Ночь была без каких-то либо приключений. Я осматривал то, что добыл в течение дня. Подкидывал дровишки в костер. Перекусывал различными грибами, ягодами, лепестками. Кто бы мог подумать, что лепестки будут питательны. Но нашему герою, видимо, безразлично. Поэтому он всеяден. Ночь прошла, наступил день. Я посмотрел на карту и решил, что нужно куда-то двигать дальше. Полазив в крафт, я нашел гончарный круг. Решил его создать, потому что, ну, любые новые сооружения нам будут кстати. Ни хрена не понял, что он дает. Но, думаю, лишним он не будет в любом случае. Потупив на базе, я понял то, что я так и не разберусь сейчас с этим столом. Поэтому пойду все-таки дальше, иначе мы не продвинемся никуда. И наткнулся на надгробе. Думаю, ну, вот оно. Приключение начинается. На надгробе было написано, больше не возвращаясь. И около надгробия было яйцо с пауками. Сначала я испугался, решил отбежать. Но потом подумал, что сделает мне эта букашка. Развернулся, дал ей поеблищу топором. И решил пойти и уничтожить это гнисдо пауков, чтобы оно больше никому не докучало. Я уничтожил кокон, собрал паутину, а также мясо монстров. Далее наткнулся на еще одно гнездо с монстрами и на сральник. Ну, мы, конечно же, помним, что это дом свинорыла. Но почему-то мне все равно этот сральник напоминает. Покончив с еще двумя монстрами. Точнее, пауками. Не знаю, почему написано мясо монстра, это же пауки. И разбив еще один кокон, я направился вверх изведывать новые земли. Наткнулся на каменные блоки, на ловушку, на веревке и на какой-то скелет. Любой дроп нам сейчас будет очень-очень полезен. Поэтому, обрадовавшись и собрав его, мы направились дальше. Я наткнулся на пчел. С ними решил не воевать, потому что, ну, я не люблю пчел, знаете ли. Даже в реальной жизни. Еще на одного скелета наткнулся. Видимо, он любит пчел. Вот именно из-за этого я на них и не стал нападать, потому что я не хочу его учиться. Начало темнеть, я понял, что мне нужно развести костер, потому что бежать до базы было бы глупо. Ресурсов для костра у нас достаточно. Я решаю то, что пока не наступила ночь, нужно побыстрее побегать еще, пособирать разную еду. Еды оказалось не так много, поэтому, смирившись с этим фактом, я сделал факел, потому что мне не особо хотелось стоять, топтаться на одном месте, когда наступит ночь. Еще столько земель не изведано. Я напал на улей по пути, думая то, что там нету пчел, но пчелы оказались там, они начали сопротивление. Я убежал. Наступила ночь, я взял факел и направился далее изведывать новую местность ночью. Побегав по местности, я наткнулся на анус и, естественно, решил в него прыгнуть, почему бы, собственно, и нет. Тут я выпрыгнул и увидел, как свинорыл бежит от пауков. Пауки, видимо, настигли свинорыла, свинорыл не успел добежать до дома, и я понял, что это слишком опасная локация для меня. Я решил прыгнуть в анус и обратно на свою родную локацию вернуться. А днем уже чекнуть, что же там со свинорылом, вообще живой он или нет. Пока я бегал, у меня появилась борода, и наступил день. Кто бы мог подумать, что в этой игре растет борода. Видимо, для этого нужна была бритва в крафтовом меню. Пробежав по тропинке вверх, я увидел, как, видимо, за тем же свинорылом бежут... Бежут, блять. Бегут пауки. Я решил ему помочь и убить гадких пауков, потому что, ну, что ж, жалко же свинорылу все-таки. Но пока я убивал пауков, я нечаянно атаковал свинорыла, и свинорыл это воспринял как агрессию и тоже на меня напал. Далее он начал подходить и пытаться меня ударить. Я решил, что драться с свинорылом я не хочу, потому что четвертый день, это первый раз, когда в моем прохождении я столько прожил. Я решил отступить, ведь мой персонаж уже проголодался, и у меня было очень мало хп, мне нужно было сделать еду. Я вспомнил то, что я убил тех пауков, и у меня есть их мясо. Приготовив их, я думаю, после этой трапезы я пойду и начищу еблище тому свинорылу. Но оказалось то, что жрать мясо пауков тоже нельзя. День пятый, все умерли. Вывод, хватит тащить в рот всякое дерьмо. Это небезопасно. Ну а если тебе понравился данный формат, то обязательно поставь лайкосик, пиши комментик, то что да, офигенно, гоу дальше, и я сделаю продолжение моих 10 забегов глазами новичка. Ну и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, всем до новых встреч.